Более 400 средств массовой информации, 1000 квадратных метров выставочной площади и киловатт из звука. Каждый год медиафорум СМИ в Беларуси собирает все больше участников. Если два десятилетия назад это были в основном представители печатных, теперь все больше аудиовизуальных СМИ, интернет-ресурсов и специализированных изданий. Медиарынок Беларуси — это 1660 печатных изданий и 279 теле- и радиопрограмм. В день открытия выставки каждая медиа хочет не только представить себя, но и завоевать новую аудиторию. И здесь полная свобода творчества. Стараются не отставать и иностранные гости. География зарубежных участников обширная — от Германии до Китая. К слову, на этой неделе в Беларусь прибыли 40 журналистов из Поднебесной. Ждут их и на выставке. Развитие технологий открывает новые возможности, в том числе и в сфере информации. Чтобы узнать последние новости в стране и мире, сегодня достаточно современного гаджета и несколько минут времени. Депутат Дмитрий Шевцов свой рабочий день начинает с просмотра видеоновостей в интернете. На прочтение газет за утренней чашечкой кофе не всегда хватает времени. С интернета очень удобно, потому что открываешь сразу планшет, посмотрел горячие новости на различных сайтах, уже знаешь. А газета уже, когда в руки попадает, с удовольствием ее читаешь, листаешь, потому что шелест газеты ни с чем не заменишь. Но, конечно, сейчас 21 век. Выставка — это всегда интерактив. Только так можно привлечь потенциальных читателей и подписчиков, а они нужны даже специализированным СМИ. Неудивительно, что на стенде издания энергетика, макеты, электростанции и оборудование. А творческий коллектив газеты силовых ведомств заручился поддержкой бойцов спецназа. Зрелищно и эффектно. В первый день презентации телеканалов. По данным социологических исследований, более 60% белорусов смотрят телевизор ежедневно. 7 из 10 выбирают информационные программы. Телеканал ОНТ приготовил для гостей сразу несколько презентаций. Брутальный, местами сентиментальный, строго по факту, свежевыжатый джуз. Но фреш, наши новости на ваш вкус. Наше дыхание в каждой точке мира. Мисс Беларусь, телевершина. Говорят, кратко сестра таланта. Но как всего за 15 минут рассказать о масштабном проекте. Ведущие программы «Спортклуб» Мария Лемешева и Андрей Бондаренко организовали виртуальную студию прямо на сцене. Гости – известные спортсмены и, как признались, постоянные зрители. Мне очень радует, когда на наших телеканалах появляются передачи о спорте. Это очень, на самом деле, важно и интересно, потому что это очень быстрые, живые примеры, как добиться определенных целей, как быть, не знаю, сильнее. И я поздравляю телеканал ОНТ с тем, что у них есть теперь передача «Спортклуб». А в это время к выходу на сцену готовится ведущий не менее популярной передачи «Метеогид». Так, все, Димочка. Молодец, красавчик. Так, глянь, текст памятаешь? Да, все понятно. Почекай, зараз я. Все, памятаю. Ну что, с Богом? Ну, поехали, как говорится. Добрейше. Мария Нинуа, ее сценический псевдоним «Баба Маня» и синоптик Дмитрий Рябов могут часами рассказывать о погоде и даже научить составлять прогнозы, пусть и с помощью народных примет, самым успешным ученикам приз. В целом же ОНТ будет радовать и развлекать гостей выставки все три дня. Это уже не секрет. Стенд нашего телеканала посетят победительницы национального конкурса «Красоты Мисс Беларусь». Их имена мы узнаем уже завтра. Завтра заявить о себе готовится региональная пресса. Основная тема – год малой Родины. И не только уже изданные, но и новые творческие идеи. Как писать так, чтобы тиражи росли, а вместе с ними и доверие читателей. Главное – представить наиболее широкую политру. Средства массовой информации. Для нас важны все. Министерство информации должно создать условия, создать площадку, чтобы в одинаковой степени комфортно на этой площадке чувствовали себя и государственные, и частные средства массовой информации. Республиканские и районные, региональные средства массовой информации. Меня радует, что все больше электродного продукта представлено на выставке. И все больше традиционные средства массовой информации, я имею в виду газеты, журналы, рассказывают о том, как они работают в интернете и в социальных сетях. Специальные стенды ждут студентов и школьников. Конкурс на журналистские специальности традиционно высокий и готовится к поступлению. Многие начинают со школьных лет. Начинающие репортеры и корреспонденты пробуют свою силу в детских изданиях. Нидиафорум продлится три дня. Центральным его событием стоит награждение победителей национального конкурса «Золотая литера». Ожидается, что гостей выставки будет еще больше. Впереди мастер-классы, круглые столы и презентации. Алексей Кряхвин, Алексей Шаплов. Наши новости ОНТ.